Насколько велик масштаб этой наземной операции, сколько именно войск из наземной группировки Цахала вошли в газу. Обо всем об этом мы поговорили с израильским журналистом, военным обозревателем, автором телеграм-канала «Война с Ордой» Сергеем Мауслендером. Поэтому вам и мне, и 99.9% зрителей и вообще людей знать вообще не нужно, куда и как глубоко зашли наземные части израильской армии. Мы в 21 веке, на исходе его первой четверти, никто сейчас войны не объявляет. Вот завтра в 12 часов иду на вы, и начинаем наземную операцию. Никто и не объявит об этом. Наземная операция идет, просто она идет в несколько другой парадигме, как все привыкли, да, наступление широкомасштабное, там танки, пехота, огонь, артиллерия, вот это вот все. Нет, сейчас так не будет, потому что условия войны в газе чудовищно тяжелые. Вот там, по сути, придется воевать в таком 3D-пространстве, да, высотные здания на земле и под землей. И поэтому армия сейчас, по всей видимости, избрала вот такую тактику, это называется на иврите «шитат целями». То есть, ну, как бы вот нарезают по кусочечкам вот так вот, и никто не собирается кавалерийским наскоком захватывать весь сектор газа там до КПП Рафех и до моря, да, а потом заниматься там вычищением там всей этой нечисти, значит, из туннелей и так далее. Так не будет. Будут вот такие условно ограниченные или точечные рейды с постепенной зачисткой территории, разрушением туннелей, разрушением инфраструктуры и таким медленным, неспешным продвижением будет анклава до момента, пока военное руководство не сочтет, что задачи выполнены. Сергей, я понимаю, что это война, я сама здесь 10 дней, я своими глазами не видела, что происходит в Газе, но опять же, мы все-таки продолжаем получать видеоматериалы оттуда, видим, что там происходит, видим эти безумные взрывы, понятно, гибнущее мирное население, дети, которые гибнут, при этом протесты на Западе, вообще реакция международного сообщества, возьмем тоже резолюцию ООН, вот с точки зрения военной теории, с точки зрения теории ведения боя, вообще возможно как-то минимизировать вот эти, ну, тоже чудовищные потери среди людей, мирного населения в секторе Газа? Да, конечно, Египет открывает свою границу и своих, так сказать, братьев-палестинцев-единоверцев пускает к себе на территорию, имеется в виду мирных жителей, а армия продолжит воевать с террористами, с боевиками, но поскольку Египет, как я понял, не горит вообще желанием никого к себе пускать, да, египтяне там наглухо запечатали границу и не собираются ее открывать, не для беженцев, не особо для раненых, я так понял, может быть, кого-то они там будут к себе забирать на лечение, но это будут такие скорее единичные случаи, то пока армия основные боевые действия сконцентрировала на северной половине Газа, скажем так, да, там находится основная инфраструктура террора, там вот идут основные как бы события, а жителей мирных просят эвакуироваться на юг или вот в этот Эль-Маасан называется, вот такой район в Газе, который находится на берегу моря, но он объявлен гуманитарной зоной, ее бомбить не будут, по всей видимости у разведки есть некие данные о том, что там нет туннелей, там нет как бы особой инфраструктуры террора и туда удары наноситься не будут, все, никаких проблем, люди должны оттуда эвакуироваться из районов боевых действий, это делается путем там совершенно разных способов, там я имею в виду прямые телефонные звонки, смс, рассылки, листовки там с картами и маршрутами, пожалуйста, как бы вот всем предоставляют возможность оттуда выйти. Если Хамас препятствует выходу мирных жителей, а такие свидетельства есть, то ответственность за их жизни на себя берет Хамас. Такой у нас подход, я имею в виду. Но там же нету связи сейчас. Ну, это много раз делалось до того, как там отключилась связь практически непрерывно, да, это делается с помощью там разбрасывания листовок тех же, на арабском языке, разумеется, это все написано, поэтому, ну и в общем там уже миллион раз об этом говорили, и вряд ли там есть человек, который этого не знает, разве что там грудные дети, но за них опять же ответственность лежит-то на их родителях. Поэтому тут подход такой, после 7 октября, да, говорить о каких-то гуманитарных нормах, законах, обычаях ведения войны, вот это вот все, уже, по-моему, совершенно не приходится. Это не означает, что сейчас израильская армия начнет там истреблять всех, кто попадется и под руку. Нет, такого не будет. Но все необходимое для того, чтобы предоставить мирным жителям гуманитарные коридоры или возможность эвакуироваться на юг сектора было сделано уже. А дальше уже как бы не с нас спрос, что называется. Мы слышим о том, что эта война затянется, и нет, Аняху об этом заявил. От вас, как от военного обозревателя, мне кажется, люди ждут, мне кажется, успокоительной информации. Многие улетели оттуда из Израиля, особенно с семьей, с детьми, но я, опять же, по своему опыту скажу, что я себя чувствую здесь максимально безопасно. Но все же, когда все успокоится, когда вот закончится эта фаза войны, как вам кажется? У этого есть одна существенная переменная. То есть, вот в тот момент, когда израильская армия войдет в газу, она в нее уже вошла, да, и начнет там продвигаться, то и снизится, и еще более снизится интенсивность ракетных обстрелов. И, в принципе, вот израильтянам, которые находятся, условно, в Тель-Авиве, например, да, или в Аждоде, или я не знаю где, это ничего угрожать не будет, по большому счету. Всегда есть угроза терактов, всегда есть угроза ракетных обстрелов, но она и раньше была, в общем, ничего тут нового не будет. Но есть одна переменная, это Хизбалла. Если Хизбалла вступит в войну, в полноценную войну, война-то уже с ними идет, но пока такая, имеющая характер такого приграничного как бы обмена ударами, если Хизбалла вот вступит в войну, ну, что называется, по полной программе, вот тогда вот вообще непонятно, как на ваш вопрос отвечать. А поскольку мы не знаем, вступит она или нет, то, соответственно, на ваш вопрос ответить невозможно. Никаких сроков нет. Если, вот я не ошибаюсь в том, какая стратегия или какая тактика была выбрана сейчас израильской армии, да, вот это такое медленное-медленное продвижение будет анклава, тщательной зачисткой территории, по которой проходит армия, то это будет долго. Я не скажу, что это будет годы прямо, но месяцы точно. Но вот сейчас спросите меня, когда это все закончится, я понять все не имею. Так какова вероятность, что Хизбалла вступит в войну и начнется война с Ливаном? Ну, что значит, насколько высоко? Я не могу это там по десятивальной шкале сказать или в процентах, правильно? Вероятность высокая, скажем так, гораздо выше, чем это было до 7 октября. Поэтому есть такая опасность, ее прекрасно здесь осознают, и не только у нас. Да, даром тут, что ли, вот уже две американские авианосные группы болтаются поблизости. Поэтому все возможные предупреждения уже сделаны, какие только можно было сделать, устами всех, там от премьер-министра до главы центрального командования США. Донт, сказал президент Байден, как известно. Поэтому дальше решение уже за Хизбаллой. Либо они оставят ситуацию, как сейчас, на медленном огне, и будут там вот спорадические перестрелки на границе туда-сюда. Либо они начнут вот по полной программе, с попыткой прорыва на израильскую территорию, с ракетными обстрелами на всю как бы глубину территории Израиля. И тогда у этого будут очень печальные последствия для нас, и абсолютно фатальные для Ливана. Поэтому вот тут трудно сказать, насколько вообще вот примут они такое решение или нет. Опять же, нужно понимать, насколько Хизбаллай сейчас субъектно в принятии решений. Вот они решат вступать в войну или нет. Хасан насрала в своем бунте. Или они получат прямую команду из Тегерана, и тогда уже вот понеслась. Тут сказать сложно пока. Субтитры сделал DimaTorzok